Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш сцепились на лобном месте. К ссоре привел разговор пары по поводу возможного ухода с проекта. После взаимных упреков Сергей психанул и сказал, что Лилия с ее запросами следует искать богатого папика. Валера Блеменкрант сдал свою супругу. Благодаря его болтливости стал известен реальный возраст Таты. Он сказал, что когда ему будет 50 лет, а Тате 52, их дочери исполнится 22 года. Понятно, что если Валерия сейчас 28, то Тате уже исполнилось 30. Правда, она выдает себя за 24-летнюю. Иосиф Аганесян проявляет симпатию новенькой Даши Лымарь. Они ездили в отель без камеры и прекрасно провели время вместе. Как говорит Даша, у них не было секса, но все остальное было. Узнав об этом, Черно устроила истерику. Она вырывала волосы Даши и бросалась в бывшего парня стаканом и чашкой. На последнем голосовании проект покинул Кирилл Щетинин. Он и был главным претендентом на уход в ТНТ-клаб. Ольга Рапунцель намекает в соцсети на возможное примирение с мужем. Говорят, мириться в Новый год – хорошая примета, пишет она. Юлия Ефременкова решила расстаться с Сергеем Кучеровым. Она узнала, что в ее отсутствии Сергей переписывается с двумя девушками. А подобное поведение Юля считает предательством. А Рай Чебанян, который еще находится в паре с Сашей Шева, флиртует с Кристиной Равинской. Кристине он тоже нравится. А Рай хочет поехать с девушкой в отель без камер. Алексею Чайчицу очень понравилась новенькая Лера Коваленко, которая к нему недавно пришла. Он пишет, что она его зажгла, она необычная. Он с удовольствием готовит для девушки кофе. И пишет, что ее приход оживел поляну и его самого. Но он боится, что Лиза Триандафелиди, узнав о его новой симпатии, будет реагировать неадекватно. Виталий Малышев купил квартиру в Санкт-Петербурге. «Сейчас я буду делать ремонт», – пишет он. «А потом продам квартиру и уеду в Барселону, как и мечтал». Дочери Элины Камерен и Саши Задойнова исполнилось три года. Саша поздравил дочку в сети. Женя Феофилактова получила приз от одного из модных журналов в номинации «Фотомодель года». Алена Водонаева рассказала журналистам подробности своей жизни. До того, как она родила сына, которому уже 7 лет, Алена потеряла трех малышей и отчаялась стать мамой. К беременности Богданам она подошла уже со всей ответственностью. Она лежала в больнице на сохранении чуть ли не все 9 месяцев. Марина Мексика сделала повторную ринопластику. Первая была очень неудачной. Чтобы восстановить нос, ей спилили кусочек ребра. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин